Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня среда, 3 июня, и сегодня в центре нашего внимания золото и индекс S&P 500. В прошлом обзоре мы прогнозировали снижение золота и рост индекса. Собственно, как теперь уже стало очевидно, золото пока снижаться не стало, застряв во флете. Но сценарий со снижением пока оставляет в силе. А вот индекс S&P 500 очень хорошо отработал по уровням и пошел в рост по ожидаемому сценарию, уже достигнув при этом первую целевую отметку. И потенциал роста все еще сохраняется. Итак, золото все никак не собирается снижаться, боковая динамика продолжается, цена по-прежнему колеблется в рамках ранее образованного диапазона. Но несмотря на то, что с момента прошлого обзора цена не только преодолела сопротивление, но и попыталась закрепиться над разворотным уровнем, покупатели так и не смогли развить дальнейшее восходящее движение. В моменте котировки поднимались до отметки 17.44, плотно тестируя уровень 1735. Но закрепление и продолжение импульсного роста так и не произошло. К настоящему моменту цена снова опустилась под сопротивление на 1725, что пока позволяет целевые уровни оставить в силе. Таким образом, сценарий со снижением золота все еще остается актуальным. Теперь, что касается нового прогноза, продавцам еще предстоит подтвердить свое намерение развить нисходящее движение. Для этого им необходимо закрепиться под текущим сопротивлением на 1725. Последующий отбой от этого уровня поставит задачу по преодолению промежуточного уровня на 1710. Если котировки преодолеют барьер, следующими целевыми уровнями для достижения станут отметки на 1682 с потенциальным снижением до 1670. Соответственно, отмена прогноза состоится при пробое и закреплении выше разворотного уровня на 1735. Ну и вот, индекс S&P500 постепенно продвигается в рамках сценария, описанного в прошлом обзоре. Как и ожидалось, восходящее движение постепенно развивается. Умеренный рост продолжается и к сегодняшнему дню была достигнута первая целевая отметка на 3069. Цена уже преодолела этот уровень и продолжила расти дальше. Очевидно, что на 3069 котировки встретили довольно сильное сопротивление, так как не смогли с первого же раза преодолеть его и прошли выше только после некоторой консолидации под ним. Теперь данный уровень сменил свою полярность и будет, напротив, оказывать поддержку при попытках снижения. В краткосрочной перспективе не исключена вероятность развития нисходящей коррекции. По мере продвижения цены вверх такая вероятность становится все выше, поэтому было бы не лишним усилить внимательность и предпринимать шаги с некоторой осторожностью. Ну и вот что касается дальнейшего прогноза. В целом пока текущая поддержка ожидается на уровне 3069. При попытке развить нисходящее движение цены еще будет предстоять преодолеть этот серьезный уровень, чтобы пройти ниже. Пока же я ожидаю ретеста от этого уровня и отбоя от него. Первой же целью для достижения выступает пока не достигнутая прежняя отметка на 3116. Преодоление этого уровня направит индекс к новому локальному максимуму в районе отметки 3177. В свою очередь снижение и закрепление ниже разворотного уровня на 3038 даст сигнал к развитию полноценной нисходящей коррекции. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действий и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски. Всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.